На территории Дома культуры железнодорожников на этой неделе началось строительство. Вторая терраса, прилегающая к зданию, тоже будет восстановлена. Договор с подрядчиком заключили. Как и в прошлом году, работы выполняет предприятие Николая Осовского. Сейчас на террасе идут подготовительные работы, но балясины уже отлиты и ждут своего часа. Полностью в соответствии снято размеры со старых балясин. У нас есть значительная часть балясина, их наверное штук 14, которые вообще сохранились первоначальными. Их восстановили, отреставрировали и они стоят уже на нашей террасе. В прошлый год их установили. На эту террасу встанут где-то 3 балясины, которые будут уже как бы соседствовать сновь отлитыми. Поверхность террасы не будут выстилать плиткой или керамогранитом, как и 75 лет назад обработают бетонные основания. Покрытие самой террасы, они шлифуют, как раньше шлифовали вручную рабочие. Вот те, кто находились в заключении, не рабочие, конечно, а кто по неволе тут были сосланы в наши суровые края. Они шлифовали это все вручную, представляете? А сейчас есть шлифовальные машины замечательные. И в прошлом году мы убедились, что работы эти можно проводить и шлифовать можно. И результат замечательный. Мы в прошлом году посмотрели, ну, налюбоваться вот просто так здорово. И кажется, все можно в наше время все восстановить. В прошлом году удалось восстановить террасу номер один. Сделали ее точно такой, какой она была 75 лет назад. Стоит отметить, что все работы софинансируются из проекта «Народный бюджет». В прошлом году, в 2019 году наше учреждение провело огромную работу по подготовке и участию в народном бюджете. Сначала мы собирали протоколы, собирали граждан, чтобы узнать их решения, готовы ли они участвовать в нашем народном проекте, так как единственным условием участия в проекте является участие граждан, чтобы они вносили какую-то часть финансового вложения в этот проект. Естественно, нас все поддержали, потому что у нас очень хорошие посетители наши, много участников клубных формирований. Большая часть, конечно, у нас клубных формирований это детские, но родители с удовольствием поддержали наш проект и собрали значительную часть денег. В основном они большая благодарность им за это. Следующим этапом была поддержка управления культурой, поддержка администрации муниципального района. И где-то в начале марта мы узнали, что наш проект поддержала республика. В мае месяце уже поступили с финансирования с республиканского бюджета, и мы начали большую работу по подготовке к проведению этих работ. Договор заключен, материалы заводятся, и какая-то значительная часть подготовки к большим работам уже проводится. Работы будут проводиться примерно 60 дней, но если погода будет солнечной и хорошей, то, возможно, наша крылечка закончится намного раньше. В следующем году планируют написать и защитить еще один проект. Закончить работы на территории, прилегающей к зданию. Ждут своего часа цоколи и отмостка. Субтитры создавал DimaTorzok